Никита Михайлов самый молодой и легкий боец из команды Федор Тим. Для тех, кто не знает, входит туда всего 9 человек. В Ай-23 года после двух побед в Белатар он получает возможность на коротком уведомлении запрыгнуть в гран-при легчайшего веса, где его первым соперником становится ветеран UFC Энрике Барзола, у которого получается забрать победу в очень тяжелом для Никиты бою. Что пошло не так, почему не стал писать Мофсеру и Влоеву перед поединком, советы критика от Федора Емельяненко, помощь в подготовке Петра Яна, перспективы на победу в гран-при Магомеда Магомедова и еще много о чем другом в этом интервью. Приятного просмотра. Я не постучу в любом случае. Хоть что, он меня оторвет там и задушит. Я сказал себе то, что я не постучу. Сегодня в гостях у Вестника ММА боец Белатар Никита Михайлов. Никита, привет! Приветствую, Миша. Никита, к сожалению, не удалось тебе одержать победу в твоем крайнем бою. Хочется сегодня попробовать с тобой проанализировать, что пошло не так. Ну и вообще пообщаться давно не разговаривали. Давай начнем с боя. Расскажи, что пошло не так. Вот я когда пересматривал бой, пару моментов меня зацепило. Мне показалось, что ты в первом раунде травмировал ногу. Это мне показалось или действительно что-то подобное было? Ну, такого ничего страшного нет. У меня до этого Голеностоп болел. Вот чуть. Ну, а там чуть подвернул. Но это не сказалось на бой. Уже совсем скоро состоится крутейший UFC 274, где наши надежные партнеры из лиги ставок приготовили для вас много отличных кэфов. Мне, например, особенно интересны пары Джастин и Гейджи и Чарльз Заливейры, где фаворитом выступает чемпион, и Майкла Чендлера с Тони Фергюсоном, где совсем не верят в Эльку Куя и отдают полное предпочтение американцу. Ну, а кроме этих пар, там определенно есть на что посмотреть. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии под видео и не забывайте о бонусе для новых пользователей, а также ежедневных розыгрышах с огромным количеством призов. А в чем основная ошибка была? Почему у тебя там не получалось вставать? Я даже не могу сказать. Физически уступил. Вот ответ. Физически и в голове. Неправильно повел бой. Вот эти моменты. Я сейчас ничего не оправдываюсь, но маленький промежуток времени был на подготовку. Первый этап я делаю больше физически, а потом уже функционально. А физически у меня не было времени подготовиться. Функционально я вроде три раунда нормально дышал. По функционалу все хорошо было. А вот физически я... Ну, такого никогда не было, чтобы я там прошел, свалил и не мог там удержать хотя бы минуту. Всегда я там удерживал, все было нормально, а тут не смог даже удержать. Или свалить тоже тяжело мне было. Сколько там? Я два раза всего свалил. Такого тоже физически подпросил и неправильно бой повел, наверное, вот так вот. А ты же изначально не должен был быть в сетке вот этого гран-при. Там же был Хилл, по-моему, и ты на замену до вышел. Ну, как получается. Изначально были разговоры насчет гран-при, но с командой посоветовались, сказали то, что рановато это еще. Ну, конечно, если команда говорит, что рановато, значит, что рано. А потом Джош Хилл то ли травмировался, то ли чем-то заболел. И пришло смс, вот, и говорят, есть такой вариант, как бы, мы понимаем, что это короткое уведомление, но все же мы, говорит, вам, как бы, оповещаем. Ну, я так подумал, ну, шанс, вот, может быть. И согласился, ну, сколько там, 20 дней было или 18 дней на подготовку, как бы, и... Оно еще попало так, то, что я с Таиланда прилетел, даже акклиматизацию не прошел и уехал в Сочи. Ну, вот, там тоже, как бы, ну, другой климат, все другое. И с Сочи сразу резко приехал, поехал в Оскол. И у меня, ну, я тренировался, у меня тело не понимало вообще, что происходит. Тем более, я сразу на диету сел. Вот. И когда я в спарринге стоял, в спаррингах, в контрольных, там, в борьбе, ну, мне очень тяжело было. Вот. Но я знал, мне до этого, как бы, Федор говорил, у нас есть там, да, неделя обычная тренировка, неделя нагрузочная, еще там неделя. И Федор мне говорил, что вот именно эта неделя будет такая, ну, сложная, тяжелая, может быть, вообще будет ничего, ну, не будет получаться. Надо эту неделю терпеть. Вот. Ну, мы перетерпели. Тяжело было мне, правда, вообще, такого никогда не было. Вот. А потом перешли на одну тренировку и, как бы, ну, начал энергию копить, силой, и по лапам бью уже, ну, чувствую себя по дыхалке получше. Вот. Но физически я понимал, что, ну, я не готов физически, наверное. Вот так можно сказать. Ну, в целом, так, так, значит, так. А чисто тактически ты как-то под Борзолу готовился? Просто Борзол, это, на самом деле, такой, ну, ветеранище. У него в UFC больше 10 боев, всего 3, по-моему, поражения, там, 12 даже у него, по-моему, боев, там, 9 побед, по-моему, 3 поражения. И его никто удосрочить в UFC не мог. С Мофсером он конкурентный бой показал. Ты тактически, ну, на что готовился? Да, готовились. Мы вообще в стойке, вот, побиться. Но в первом раунде я так и не понял. То ли я пропустил, то ли я не понял вот этот момент, когда я упал просто. Потом начал что-то в ноги кидаться. Ну, ерундой начал заниматься, не то вообще начал делать. В размине, там, ну, первый раунд я еще год не видел. Я потом просто посмотрел отрывки. Где-то в первом раунде, там, в стойке начал попадать, ему раза 2-3 в разминах, там. А потом вот в ногу прошел, что-то... И потом ерунда, какой-то сумбур начался, и все не по плану пошло. Вот. Ну, вот так вот. А почему бой ты не пересмотрел? А нет, нету, я не могу. Я тебе могу ссылочку скинуть, если хочешь. Вот, скинь, пожалуйста. Окей, я тебе скину. Я нашел, я не буду говорить нашим подписчикам, где, потому что это не очень законно, но он в сети есть. Хорошо. А ты не думал как-то, тоже, когда готовился к Барзоле, с Мофсаром связаться, может быть, какой-то совет от него получить? Слушай, были мысли, да, написать Мофсару, но я его как-то не знаю, и напишу как-то слабость, то ли моя будет, то ли еще что-то. Ну, через себя я не переступил и не написал, вот так вот. Хотя я сейчас понимаю, что можно было написать и переступить через себя. В бою было пару драматических моментов, когда Барзол забирал тебе шею, но при этом, ну, мне казалось, судя по твоему лицу, что ты бы стучать не согласился бы ни в коем случае. Да, именно правильно ты сказал, потому что когда он начал брать раз, ну, дужку два, вот, и я думаю, ну, у меня в голове мысли, я не постучу в любом случае, хоть что, он меня оторвет там и задушит. Я сказал себе то, что я не постучу, вот, и как бы, ну, первый раз было тяжеловато, вот, а потом уже как-то он подзатек, вот, он начал забиваться, затекать, и когда в каком-то моменте я понял то, что он начал уставать и забился уже, то есть он, ну, мне кажется, он по третий раунд уже в конце начал уставать. А насколько было близко там к тому же Сну, то есть, ну, вот, судя по видео, он очень плотно взял, как раз первый раз, и было опасно? Нет, ко Сну не было, было, знаешь, как будто он ломает, вот так вот, то есть не было там ко Сну, но ломал. Сборы в Таиланде, я правильно понимаю, что ты Петру ездил помогать? Получилось как, мы поехали тренироваться, и там Петр со своей командой был, вот. И я, как бы, с ними тренировался, ну, по возможности, чем мог, конечно, Петру помогал, ну, и в сам форму входил после боя. То есть для тебя поездка в Таиланд это был какой-то отдых, просто я помню, что Петр же тебя привлекал в прошлый раз в лагерь свой. Да, в Екатеринбурге мы тренировались, да, я ему помогал, да, нет, не отдых, я не скажу, что, вообще планировался, знаешь, как там, дней 10 отдохнуть, да, с женой, вот, потому что я жене уже давно обещал, то, что отдохнем, отдохнем, вот, но в итоге не получилось, на второй день я уже начал тренироваться, и полный сбор я прошел. Единственное, дня два, наверное, не тренировался, или по одной дело, потому что я обгорал, я приехал белый, и солнце 5 минут, и все, и обгорел. Бой проходил же на Гавайях, а насколько там климат тяжелый, и какой вообще он там сейчас? Ну там, я так понимаю, что сейчас сезон, и там 30 градусов, но там 30 градусов, как у нас, где-то 20-22, то есть ветер прохладный такой дует, и океан прохладный такой, я не купался, я только вот ноги мочил, даже после боя не купался, ну, не знаю, для меня это, если бои, значит, бои, нет такого там совмещать что-то, но климат нормальный, ну, хороший климат. А за сколько дней ты до боя прилетел туда? Там же, я так понимаю, еще сейчас перелет, он там часов сколько, 15 или сколько? А, смотри, как получилось, Вадим, Немко, с Витей уехали раньше, мы потом с Федором прилетели 13 или 14 апреля туда, в Сан-Хосе. Вадим отбился, они улетели домой с Федором, а мы с Витей полетели на Гавайи, а вот, и, ну, дней 10 у меня было, ну, там еще полеты, мы сначала до Стамбула, сколько там, 4-5 часов летели, со Стамбула 13 с половиной летели до Сан-Франциско, и с Сан-Франциско до Гавайи еще пять. То есть, фу, дорога просто меня убила, я в шоке был. Плюс, к тому еще в Сан-Хосе 10 часов разница, а на Гавайях 13 часов разница с Москвой, и у меня сумбур такой в голове, климатизация, я вообще не понимаю, где ночь, где утро. Ну, слава богу, то, что у меня организм, я так понимаю, что молодой еще, и как-то более-менее мы перестроились, и нормально было. А вот эти 10 дней где-то тренировался? Когда были в Сан-Хосе, я в Сан-Хосе тренировался, то есть, ну, уже за 10 дней я всегда ухожу на лапы, на одну тренировку и на лапы. То есть, я пробежался, минут 20 там раскидался, и на лапах постоял с Витей, то есть, ну, минут 50 или час тренировка длится. Ну, так же и в Сан-Хосе, и на Гавайях тренировались, все было по плану. А изначально была такая договоренность, что тебя будет только один Виктор секундировать? Мне кажется, что тот же Федор там добавил бы тебе мотивации в углу. А изначально, да, сразу был разговор, то, что Федор с Вадиком улетят, а я останусь с Витей. Ну, конечно, если там Федор был бы в углу, мотивация была, ну, по-другому, конечно, было, по уверенности, но и с Витей нормально. Витя тоже у него путь большой, он уже прошел Крым и Ринг, столько у него боев там. В перерывах между раундами можно услышать тоже, какие тебе советы дает Виктор Немков, и он говорит, типа, все получается. Ну, мне тоже показалось, что, ну, первый раунд ты не очень хорошо провел, в плане того, что вот, я вообще был уверен, что у тебя травма ноги, как я уже и сказал, потому что, ну, там такой момент, когда вот он тебя переводил за корпус, ты так, ну, ногами стукнулся об канвас, и как тебя подкосило ноги, ну, мне показалось так. Это, он, Витя, все правильно говорил, а вот то, что ты говоришь, вот, у тебя все получается, а перед этим ты не услышал, у тебя все получается в стойке, у тебя в стойке все получается, не борись, он мне говорил, то есть, вот, в стойке, говорит, все хорошо, и не борись. Вот, а, нет, нога нормально, вот, нога нормально, но побаливает чуть-чуть, но это не, ногой никак не повлияло, ни в коем случае. Просто я и удивился, знаешь, что ты не вставал особо, я думал, что просто тебе на ногу, ну, больно опираться, ну, раз ты говоришь, что нет, то окей. У меня, вот, не мог встать, знаешь, когда вот, не чувствую сил, вот, физически я не мог, вот, просто физически, вот, функционально я был готов, физически я не мог, вот, просто, не знаю, не давалось. Тоже, просто хочу забавный момент с тобой обсудить, я посмотрел инстаграм твоего соперника, и у него есть видео, где вы встречаетесь на каком-то турнире, он догоняет Федора и тебя, и хочет сфотографироваться с Федором. Федор, Федор, I'm sorry, I need one picture for you, I'll be winning. Ты помнишь этот момент? Да, я помню этот момент, конечно, мы идем в номер, я, Толя, Валя и Федор. А это после какого турнира? После, где я бился с Блэйншатом, где бывали молдавские бился с Бейдером, и мы идем, и он кричит, Федор, Федор, можно с вами сфотографироваться, вот, но он очень сильно уважает Федора, и как бы, из-за него он начал, как бы, спортом заниматься, я так понимаю. У вас там просто недовольные были лица, когда он бежал за вами и кричал, и было интересно. У меня лично недовольное было лицо из-за того, что я вес гонял, уже крайние дни. Была ли какая-то там по приезду, поработанная ошибками, или комментарии от тренерского состава, или от того же Федора? Самое главное, я так думаю, и мне сказали, что если я головой не начну думать, то все может быть печально. Вот, то есть, все есть, и руки, и ноги, да, хорошие, там, и борьба хорошая, но если все это совместить, и правильно делать, и работать в стойке, вот, то все будет хорошо. Ну, если я свою тупость не уберу, тяжело, конечно, будет. Для Федора всегда было то, что спортсмен должен быть умный, и для тренеров головой думать, если головой не думаешь, то с тобой никто не будет работать. А как вот это, ну, происходило общение, то есть, Федор, там, не знаю, тебя в какой-то кабинет пригласил, или это написал тебе смс-ку? Мы после боя списались, списались и говорили. Недавно в аккаунте команды Федор Тим появился пост о том, кто входит в команду Федора Емельяненко. Ты, братья Немковы, братья Токовы, из новых людей, там, Олег Попов, сам Федор Емельяненко. Я сюда вставлю список. Кирилл Сидельников. А, да, Кирилл Сидельников. И вот что меня удивляет, единственный, ну, маленький боец, маленького веса, это ты. То есть, я просто не очень понимаю, с кем тебе спарринговать в команде Федор Тим. Ну, просто там реально все ребята тяжи, полутяжи, и плюс еще, когда они там, не знаю, в межсезонье, видимо, еще больше весят. И ты там парень, который, не знаю, сколько ты в межсезонье весят, 70? Ну, чуть побольше, может быть, да. Но, не, у нас есть ребята молодые, я с ними работаю, вот, они не профессионалы, но хорошие ребята, хорошо дерутся, борются, да. Но, когда идет уже подготовка, я тогда, ну, как бы, собираю банду свою и начинаю тренироваться. Тот же Витя Колесник там приезжает, да, там с ним еще кто-нибудь приезжает. И это, до этого боя я готовился. К этому бою я готовился с Гогашем Атавой, вот, Альберт приезжал, плюс еще у нас там ребята были в Асколе, вот, то есть, так готовились. А не смог собрать еще больше народа, потому что мало времени было, у кого-то травмы были, у кого-то свои бои были. И, то есть, вот, все получилось, то, что за 2-3 дня все решилось, и все, вот, начали тренироваться. Из тех ребят, которых ты собрал, вот, Гогашем Атавой, например, там, чувствительный ударник такой. Альберт, я не знаю, кто по базе, а Альберт, фамилия какая? Не помню, как фамилия, он и в Файнтайзе бился, сейчас в ИСЯ подписали его, такой хороший парень молодой, он с Вадимом Малыгином на Файнтайзе бился. Борец он по базе, борец. Да, вот, мне просто было интересно, ты привлекал каких-то бойцов, просто, ну, Борзола, он такой именно, ну, на самом деле, крепкий такой борец. Ну, собственно, у Дарки он тоже неплох, но у него хороший крепкий контроль, грэпплинг. Кто-то подобный ему был? Да нет, ну, вот, ребята были, которые и помогали. А так, они его копировали, насколько могли, ну, хорошо получалось все то, что то делали, то, что и соперник. Сейчас также много достаточно стало критики в интернете в отношении как раз борьбы вашей команды, я не знаю, читал ты или нет комментарии, понятное дело, что комментарии это там субъективная такая штука, но все равно я вот встречался достаточно с ними часто, что команде Федора стало не хватать борьбы после, ну, кончины Владимира Михайловича, что сейчас действительно происходит у вас в команде с борьбой? То есть, есть ли кто-то, кто там, ну, понятное дело, заменить, наверное, не может тренера, но кто сейчас вам показывает какие-то аспекты борьбы, борьбы у сетки, контроля? У нас много тренеров хороших, да, то, Владимира Михайловича не хватает, но у нас же есть также Дима Самойлов, также Алексей Небзоров, Роман Игоревич, то есть, ну, это касаемо борьбы, и это люди, которые, ну, реально шарят, они хорошо разбираются в борьбе. То, что говорят, у нас там борьбы не хватает, или еще что-то, нет, ну, и лично я так не считаю, просто, вот, так сказать, такой момент, просто, ну, это внутри команды, я не буду это там раскрывать, просто, я понимаю, о чем идет речь, то, что Валя Молдавский проиграл, там, Вадик где-то в борьбе, еще что-то. Это не то, что мы плохо боремся, или плохо нас тренируют, это в нас дело, где-то кто-то перетренировался, где-то кто-то переделал что-то, это не в тренерах дело, это в нас дело. Хочется поговорить про само Гран-при, я думаю, что ты участников уже его посмотрел, что ты думаешь о фаворит сейчас, кто, какие у кого шансы, и там еще один россиянин, это Магомед Магомедов, что о нем можешь сказать? На самом деле, Гран-при очень сильное, все сильные, там, да, конечно, буду болеть за Магомеда, потому что, ну, как бы, представляет, да, там, Россию, А так, там, вот этот Стоц, который сейчас временный стал, тоже очень сильный, вообще он, и физически, я вижу то, что огромный такой, вот этот микс, который Харигучи выиграл, да, получается, вот тоже он сильный, то есть, не знаю, хорошее, хорошее Гран-при, вот, ну, не знаю, за Магомеда будут болеть, а там посмотрим, тяжело будет ему, конечно. Тебя, кстати, не смущало, с самого начала, когда ты вышел Хилу на замену, что следующий твой бой будет как раз с Магомедом Магомедовым? Нет, не смущало, но это же спорт, ну, здесь ничего такого нету, да, в клетке мы побились бы, узнали бы, кто лучше, да, кто сильнее, кто достойнее дальше идти, а за клеткой мы также бы руку пожали, и, я думаю, мы на нормальной ноте разошлись бы. Через сколько ты вернешься в зал, и там, начнешь какую-то полноценную, ну, полноценную подготовку, наверное, ты начнешь, когда тебе скажут дату боя, но через сколько ты в зал вернешься уже? Знаешь, у меня за 6 месяцев это 3 боя уже, вот, и так как я не тяж, я гоняю вес, и немножко подустал я, вот, сбрасывает, набирается вес, тренировки, подготовки, сейчас, наверное, эту неделю и следующую, может быть, вообще в зал не буду заходить, вот, а потом вот начну тренироваться, вот, входить в форму, и, а там посмотрим, не знаю, хочу, вот сегодня апрель, да, ну, если все хорошо, даст Бог, хочу в сентябре побиться, было бы реально, наверное, в сентябре, и не Америка, а что-нибудь поближе, потому что, ну, реально очень тяжело, очень тяжело добираться, вот, вот, обратно летел, и вот, когда домой приехал, я, ну, не верил, что прилетел этот перелет, и 4, 13, там, еще 5, ну, тяжело очень, вот, ну, а там, как, посмотрим, как, где дадут, ну, по возможности, я бы хотел где-нибудь поближе что-нибудь, далековато. Когда, кстати, летел 13 часов, чем время убивал? Я и поспал, и посмотрел всякие там фильмы, вот, и по самолету уже ходил туда-сюда, то есть, все, что можно и нельзя, я уже переделал, не знаю, тяжело было. Сейчас появилась новость о том, что Федор Емельяненко хочет свой прощальный бой провести с Райаном Бейдером. Расскажи какой-то инсайт, уже начал ли он готовиться к нему, или пока тоже, опять же, никаких там нету ни дат, ничего прочего, и пока это просто какие-то мысли Федора? Дат нету, и с Бейдером, не с Бейдером я этого тоже не знаю, но я знаю одно то, что Федор всегда в форме, вот, он всегда тренируется, всегда поддерживает форму, любит бегать, то есть, с функционалом у него, если посмотреть бои, нигде он по функционалу никогда не проседал, то есть, Федор всегда в форме, всегда тренируется, а насчет дат, соперника, и где будет бой, вот этого я не знаю, а если бы знал бы, то, я думаю, я бы не сказал. Я так понимаю, ты самый молодой же, да, из команды Федора Миляненко, или Владимир Токов, самый молодой? Нет, Вовка на два года постарше, по-моему. Ну, ты самый молодой, получается, из профессиональной команды? Ну, да. А ты застал, когда в команде тренировался Радмир Габдулин или нет? Нет, нет, это было очень давно, это даже, я не знаю, кто парни у нас застал, ну, Кирюха, наверное, Сидельников застал, или, ну, я не могу точно сказать, я не застал это точно, даже, даже близко не застал. Ну, это прям, да, очень давно было, окей. А что-то про эту ситуацию сейчас у вас в зале обсуждают, потому что тоже, как-то Союз не комментирует ничего, Радмир ничего не комментирует, сторона там Федора тоже ничего не комментирует, у вас в зале что говорят? Нет, на эту тему вообще у нас как-то не разговаривали, не знаю, да всем как-то, ну, без разницы на эту тему, да, там, это у Федора с Радмиром, там, свои какие-то моменты, вот, там, нас это не касается, и мы как-то не обсуждаем это и не разговариваем на эту тему. Если тебя кто-то сейчас позовет помогать в подготовке, согласишься? А, да, ну, сейчас нет, через недельку. Через дней 10 можно, ну, я, я и так и планирую, у нас кто-то должен, там, вроде парня должны на июне или на июле бои поставить, вот, молодым, ну, если я им поставят, то, конечно, поеду и помогу там. У нас команда так делится, то, что у нас кто готовится, все приезжаем и помогаем, то есть это так заведено у нас. А вот эти 10 дней, как ты говоришь, без тренировок что-то будешь делать? Я до этого диван заказывал, наконец-таки он пришел, а завтра придет, буду собирать. Ну, не знаю, такие семейные, как бы, хлопоты, да, там, отдыхать, кто-то, может быть, съезжу, отдохну, но здесь по России что-нибудь, там, Сочи, там, или еще что-нибудь, на дни, там, 5-6, а вот, ну, то есть время с семьей поведу. Я люблю больше, знаешь, дома, там, или куда-нибудь в парк выехать, или куда-нибудь проехаться такое, ну, легкое, чтобы голова отдохнула, так морально разгрузился. Ну, и тогда все, самый последний вопрос, добивка. С Анатолием Токовым недавно записывали интервью, и, как я понял, у него главное хобби по жизни – это рыбалка, и, собственно, у остальных ребят с командой тоже, это охота, рыбалка. А тебя, вот, молодого, я просто, как понимаю, что молодым не особо, это интересно, они тебя пытаются как-то вытащить и втянуть в это. Мне рыбалка вообще не интересна, я не знаю, у меня никого не хватит, там, терпения сидеть, там, клюнет, не клюнет, мне, не знаю. А парня на охоту там звали, но то что-то у меня не получалось, то у них что-то, ну, не ездил. А вот, а так нету хобби, там, не знаю, посмотреть, что-нибудь, там, фильм какой-нибудь, да, там, военный, еще что-то, там, прогуляться, поиграть тот же футбол, там, с друзьями, еще что-то, ну, такое разгрузочное. Спасибо тебе за интервью, как бы это банально и тупо не звучало, мне кажется, вернешься сильнее, потому что всего 23 года тебе в хорошей команде, так что думаю, что победы главные впереди. Наших подписчиков я попрошу подписаться на твой инстаграм, он появится внизу экрана, также подписаться на инстаграм и телеграм Вестник ММА, мы не спрашиваем про план на бой, спасибо. Спасибо, Миш, спасибо. Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну, а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику, а каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.